Китайскую сторону представляли чиновники из Управлений водных ресурсов городского развития и защиты окружающей среды города Шаосин. Основной темой общения стала экология. Как выяснилось в ходе встречи, проблемы у китайской и российской стороны в целом одинаковые. Особое внимание уделили вопросу ликвидации несанкционированных свалок, незаконного размещения отходов и грунта на территории населенных пунктов. Мусоровозящая организация по определенному графику забирает у собственников скопившийся мусор. Мусоровозящая организация переводит на пункт перегрузки, а дальше уже автомобили следуют на пункты утилизации. Стороны обменялись опытом и в борьбе с неприятными запахами. Тем более, что у специалистов Ленинского района есть опыт в этой области. Немало проблем создает коксогазовый завод. В результате конструктивного диалога предприятие утвердило программу природоохранных мероприятий и уже приступило к ее выполнению. У кого-то как коксогазового завода приняло решение провести такую работу, как по действительно восстановлению нормативы запаха. Есть ГОСТ, существует ГОСТ, по которому сейчас они ведут работу. Нормирование запахов дурнопахнущих веществ. Интерес российских представителей вызвала система оценки неприятных запахов в Китае. О том, что тот или иной запах слишком сильный или неприятный, у нас говорят эксперты. Мы проводили множество экспериментов с разными приборами, но выяснили, что самый чувствительный – человеческий нос. Поэтому запахи у нас оценивают специально подготовленные люди. В конце встречи участники обменялись памятными подарками. Руководитель китайской делегации Сюй Цин Цун, заместитель председателя городского комитета политического консультативного совета города Шаосин, преподнес Сергею Куканову рисунок с тремя рыбами, символизирующими достаток и процветание.